Добрый день, друзья! Сегодня решила вам показать кустарник, которым уже восхищается целую неделю весь наш двор. Первые три дня я держала интригу, пока наши знатные цветоводы, которые любят так критиковать и давать мне ценные указания, сами во дворе ни одному цветочку за всю жизнь не посадили, но указания они дают систематически. И вот никто из них так и не смог назвать это растение. Только такие беседы осторожные со мной проводят на тему, ой, это что-то на хризантему похуже, его ведь можно выкопать и разделить. Отвечаю, что нет, ребята, это кустарник, у него один корень, потому разделить не получится. Смотрю, так разочарование, зажало типа. Отлично, конечно, привнес он разнообразие своим ярко-синим цветом на наш склон. К тому же прекрасный медонос, на него слетается масса насекомых, сегодня просто дождь. И так пасмурно, вот я только выскочила для того, чтобы снять вам видео. На календаре 20 сентября, а тут у нас такое пышное цветение. А большинство кустарников цветут, как правило, весной до летом. Разве что только гортензия, конечно, красавица, осеннее украшение для сада. Но у нас в нашем засушливом регионе с гортензиями номер не проходит. А тем более на таком крутом склоне. Как же, друзья, называется это пушистое облачко, которое в народе часто называют синий туман, синяя борода. Это кустарник кариаптерис. У него, кстати, листва достаточно декоративные, с зубчиками и серебристым отливом. Есть и пестролистные разновидности. Но я выбирала, главное, чтобы были пронзительно синие цветочки, потому что есть сорта с более такими блеклыми, голубыми. Этот кустарник размножается черенками, отводками и даже семенами. В теплых регионах может дать самосев, потому семена можно высевать и весной, и под зиму. Главное, не глубоко. А так на самой поверхности только раструсить, немножко присыпать. Он очень, повторяюсь, засухоустойчивый, то есть практически полива не требует. Ему хватает осадков, которых у нас все лето вообще не было, поэтому пару раз я все-таки его поливала. Любит щелочную почву, потому очень хорошо его удобрять золой. Никаких азотных удобрений, специальных таких жирных навозов всевозможных, или там засыпать обильно компостом, нет. Слоя мульчи вполне хватает для подкормки. Тем более, друзья, что по морозоустойчивости есть вопросы. Потому жировать он не должен. И для того, чтобы обильно цвести, не должен жировать. И для того, чтобы ветки хорошо вызрели и вошли в зиму. Морозоустойчивость кариоптерисов в зависимости от сорта заявлена от минус 23 до минус 28 градусов. Но, друзья, из личного опыта я вам сразу говорю и подчеркиваю, что это морозоустойчивость корневой системы. Потому что зеленые верхушки при минус 15, они уже все точно обмерзнут. Как правило, из зимы выходят только хорошо древесневшие части. А потом достаточно бурно и хорошо из них вся эта верхушка, шапка восстанавливается и обильно цветет. Вот то же самое у нас было и в эту зиму. И вы знаете, мне это даже очень нравится, потому что кустик такой пушистый получается, компактный. Так сказать, сама природа без нашего малейшего участия проводит зимой формировку куста. Он получается в ширину больше, чем в высоту. Просто прелесть. Вы главное только хорошо замульчируйте. Перед сильнейшими морозами накройте агроволокном и сверху набросайте лапника. Это рекомендациями я уже на опережение, так сказать, работаю для цветоводов из Подмосковья, которые обязательно мне будут задавать вопросы. Вот касательно морозостойкости. В нашем же регионе, центральной Украины, он зимует без всяческого укрытия. У меня у родителей даже не эмульчируется ничем. Просто так голая земля, вот так в зиму и пошел. Верхушки тоже иногда обмерзают, а иногда и полностью выходят из зимы, смотря какая зима. Растет он достаточно быстро. Вот этому кустику три года. А посажен он был прошлой весной. Кстати, да, особенно в регионах с таким суровым климатом высаживать кориоптерис надо только весной, исключительно, а не осенью под зиму. При осенней посадке риск вымерзания очень высокий. Да и куда его сажать в это время? Ведь он цветет как раз. А весной, наоборот, очень долго спит. В мае только начинает отходить от зимовки. Поэтому самое время, вот в мае месяце или в конце апреля заняться пересадкой. У себя на участке мы его никогда не обрезали. Тут я его тоже не обрезала, потому что мороз хорошо и так мне формировочку сделал. Он себе будет распрекрасно в ширину разрастаться. Веточки, которые вот вниз так на землю ложатся, они очень часто укореняются, что еще больше этот куст будет усиливать и даст возможность откопать отводочку. Конечно, он не супер-пупер декоративный, но эти пушистые, трогательные, пронзительно-синие цветочки, они привносят какой-то романтики накануне зимы. Продолжение следует...